Просковья Ангелина или просто Паша в советские времена была не менее знаменита, чем Алексей Стаханов. Она стала первой трактористкой, которая оседлала железного коня. Просковья стала настоящей героиней новой эпохи, передовиком производства и примером для миллионов женщин. Как же сложилась судьба знаменитой трактористки? Просковья Никитична Ангелина появилась на свет 12 января 1913 года в Донецкой губернии. Ее родители были крестьянами греческого происхождения. Девочку воспитывали в строгих христианских традициях. Но Паша с детства была сорванцом и мальчиком в юбке. Ее привлекали не домашние женские заботы, а всевозможные машинные механизмы. Когда в родное село привезли первый трактор, восторгу Паши не было предела. Девушка тут же решила, что станет трактористкой, хотя ее семья и не одобряла такой выбор профессии. В 16 лет Просковья успешно окончила курсы механизаторов. Юная трактористка стала первой женщиной, которая села за руль железного коня. Спустя несколько лет девушка стала бригадиром женского коллектива трактористок. Свой первый пахотный сезон бригада завершила блестяще. Девушки в два раза перевыполнили план. Вскоре Ангелиной присвоили почетное звание «Отличный тракторист» и вести о ней добрались до столицы. Ее фотографии появились в московских газетах. Просковья стала героиней нового времени, которая помогала построить светлое будущее. Ангелину приняли в компартию. Она получила орден Ленина и несколько раз встречалась с Иосифом Сталином. Дай слово имя. Стою на трибуне, волнуюсь страшно. Говорю о своей работе. Слышу, Иосиф Васильевич обращается ко мне, направляя мою мысль. Но известность не принесла Просковье счастья. Скорее, она стала тяжким временем, которое тяготило ее. Ангелина на всю жизнь сохранила тягу к знаниям и образованию. Она брала частные уроки и смогла успешно окончить Тимирязевскую академию. Паша очень любила читать, а потом и сама написала книгу под названием «Люди колхозных полей». На родной земле Просковья продолжала ставить рекорды. Ее бригада перевыполняла планы, а женщины под ее руководством стали получать хорошие деньги. Они смогли построить собственные дома и обзавестись хозяйством. Мужем Просковьи стал Сергей Чернышев, который приехал на Донбасс, чтобы возглавить там местную ячейку компартии. Сергей покорил Ангелину своим обаянием, умом, способностями к литературной и поэтической деятельности. Но вскоре в семье начались конфликты. Дело в том, что Чернышев всегда оставался в тени знаменитой супруги и ревновал ее к всесоюзной известности. Отношения стали совсем плохими, когда Сергей пристрастился к алкоголю и в нетрезвом состоянии даже пытался лишить ее жизни. Тогда Просковья подала на развод и забрала с собой детей. У знаменитой трактористки было четыре ребенка, один из которых приемный. Просковья редко жаловалась на здоровье, но со временем оно начало ее подводить. Женщину беспокоили боли в печени, а после обследования врачи поставили ей печальный диагноз – цирроз печени. К сожалению, Просковью не спасла даже операция. В 1959 году Ангелиной не стала. Легендарной трактористке было всего лишь 46 лет. Но имя Паши Ангелиной продолжало греметь на всю страну. Ее бригада не распалась и ставила рекорды. Был основан клуб женщин-механизаторов имени Ангелиной, который объединил тысячи советских тружениц. На родине Просковья установили ее бюст, назвали именем Ангелиной улицу и открыли музей ее памяти. Множество советских людей следовали примеру трактористки, перевыполняли планы и строили светлое будущее. Сейчас имя знаменитой трактористки почти забыто, но несомненно то, что она была целеустремленной и доброй женщиной, настоящей труженицей и примером для многих советских людей. Друзья, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. Впереди много интересного! Субтитры создавал DimaTorzok